Всегда трудно представить, какое настроение будет у Бабы. Он непредсказуем, сейчас он грозно отчитывает или наказывает всех подряд, а в следующую минуту нежно улыбается, будто ничего не случилось. Иногда он ходит угрюмый, не желая ни с кем разговаривать как ребенок, и тут же через некоторое время весело беседует со всеми, от его прежнего настроения не осталось и следа. В 1979 году на Дымче в Нагпуре Баба был не в духе и весь день отказывался от еды. Он строго отчитывал всех очарев за их плохую работу, он раздавал нагоняя весь день. Мы не могли толком ничего делать, потому что никто не мог подойти к Бабе. Около 10 часов вечера от Бабы вышел Дада и сказал, мы много натерпелись за весь день. Доктор сказал, что Баба должен своевременно принимать пищу и лекарства. Дада говорил очень серьезно, если Баба будет продолжать в том же духе, то пострадает его здоровье. Я направился с ним к Бабе, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы убедить его, по крайней мере, поесть и принять лекарства. Ситуация была не из простых. Баба лежал на кровати, нарочно отвернувшись к стене. Казалось, ситуацию нам исправить не удастся. Мы решили заставить его поесть. Дада на руках поднял Бабу, придерживая его одной рукой под коленями, а второй за шею, и усадил на кровать, как делают родители с обиженным ребенком, который отказывается садиться и кушать. Пока Баба сидел на кровати, мы сбегали за едой и напитками. Он спокойно спросил, а где вода, чтобы помыть руки? Затем он поел, будто ничего не случилось. Это было очень изнурительно, но впечатляюще. То он мечет молнией, и никто не осмелится подойти к нему, то тут же ведет себя, как ни в чем не бывало.